Продолжение следует... ...с поезда, и в два часа у меня самолет, поэтому мы должны начать и закончить до момента отправления туда. Я Ромик Владимир Георгиевич, я психолог, кандидат психологических наук, доцент, закончил отделение психологии философского факультета Ростовского государственного университета в 1986 году, работал в мединституте в странной организации, которая называлась Центр научной организации труда Минсредмаша. У нас был Минтяжмаш, Минлёхмаш, и между ними делали ракеты. Там я пытался научить руководителей среднего звена этого Минсредмаша менеджерской деятельности, осуществлял отбор персонала. Пока не уехал в Германию, я получил стипендию фонда Конрада Денаура на изучение уверенности в себе. К этому моменту я уже учился психодрамой у Греты Льюиц, она непосредственная ученица Якоба Левимарена. Может, вы знаете ее книгу «Классическая психодрама» Якоба Левимарена. Ну, собственно, там косвенно с ее поддержки. Оказался в Германии, 4 года учился в аспирантуре университета Фридриха Александра, Ирланд и Нюрнберг. Там защитил диссертацию по теме «Межкультурное сравнение уверенности в себе». А между делом учился, ну, тогда еще Немецкое общество терапии поведения было общественной организацией. Обучение шло через организацию, которая трудно переводится на русский язык. Это Центр примерного поведения, да? Ну, либо Центр совершенного поведения. Ну, что такое? Или усовершенствование поведения. Этим центром руководил трижды доктор Юганес Брингельман. Юганес Брингельман был первым ассистентом Ганса Айзенка. Ганс Айзенк, если вы знаете, это человек, который первый дал определение поведенческой терапии. Поведенческую терапию он определял, как любая форма обучения, отучивания, либо переучивания, основанное на подкреплении. Иными словами, усовершенствование поведения должно было стать чем-то, что приносит удовольствие. Ведь подкрепление — это удовольствие. До этого в таком, ну что ли, в массовом сознании лечение и обучение — это было что-то мучительное, нудное и противное. Но если тебя лечат, ты должен в процессе мучиться, да? Если тебя учат, это должно быть нудно, скучно. И если уж психотерапия, нужно сидеть и рыдать, да? Прекрасный тренинг был, все рыдали. Что на выходе, на выходе рыдая, да, многое поняли и осознали. Чему можно научиться, если люди будут рыдать в течение двух дней? Догадываетесь, наверное, они усовершенствуют свои навыки рыдания, да? Им может это даже понравится, ведь так вот в обычной жизни два дня тебе порыдать не дадут, да? Тебя кинутся утешать там, либо стыдить, скажут, ну что ж ты размазня такая? Возьми себя в руки, начни страдать, вот правильно, да? Стиснув зубы, входи, не рыдай, а страдай. Ну, эта модель, в общем, довольно быстро показала, что сформировать зависимость от рыдания можно, да? Добиться осознания, чего ты рыдаешь, тоже можно, а вот поведение меняется, ну, усовершенствуется, да? Либо улучшается с трудом, видимо, людей нужно учить. Айзенк, вы, если вы книжки читали, был в жесткой оппозиции с психоанализом, как очень многие основатели поведенческой терапии, ну, Элис Бек, это были хорошо обученные психоаналитики, да, со своей собственной практикой. Представляете, лет 15 упираться, учить психоанализ, открыть практику, потом сказать, психоанализом депрессия не лечится, да? Ну, нужно быть очень отважным человеком. С одной стороны, конечно, это дало некоторый результат. Появились новые методы терапии той же самой депрессии. Но с другой стороны, возникла некоторая оппозиция между изменением поведения, как бы из глубины, да? Ну, найти проблему, что-то с ней сделать, и поведение само собой изменится. И, условно говоря, поверхностным подходом, да, пойти другим путем. Сначала изменить поведение, а потом смотреть, что там изменится в глубине, если, конечно, там что-то изменится, да? На это, в общем, Скиннер, который, правда, никогда психоаналитиком не был, да, заявлял следующее, заглянуть в глубь мы не можем, а это слишком глубоко, да? И, в общем, незачем. Любой терапевт рассчитывает на то, что после курса терапии изменится именно поведение. Если в глубине души что-то поменялось, а человек как был скотиной, так и скотиной остался, да, от этого ни ему, ни окружающим легче не становится. Поведенческий подход, он, с одной стороны, поверхностный, с другой стороны, глубокий, да? Глубина, в общем, и заключается в том, что сложным процессом не ищет сложных оснований, хотя бы на том основании, что сложная система по сложным законам функционировать не может. Если есть пять объяснений, и одно из них самое простое, скорее всего, это простое объяснение верное. Я сейчас не свои мысли высказываю, я вкратце пересказываю теорию больших систем, а человек — это, безусловно, большая система. В этой большой системе невозможно проследить причинно-следственные связи, она для этого слишком большая. Поэтому на вопрос, почему поведенческой терапии обычно отвечает, да фиг же его знает, да? Наша задача — изменить поведение. Мне не особо важно, что сейчас происходит в недрах этого компьютера, мне важно, чтобы на экране появилась картиночка. Если я специалист по технике, мне это интересно, я это буду изучать, да? Но если я знаю, как сделать картиночку, в большинстве случаев мне этого совершенно достаточно. Я расскажу о одной из трёх теорий, которые лежат в основе классической поведенческой терапии. В ходе теканника вы узнаете очень много о когнитивной терапии, но я всю свою жизнь занимаюсь именно поведенческой, я автор учебника по поведенческой терапии. И как-то меня этому выучили, да? Поэтому вы уж извините, Дмитрий потом поправит, если я буду слишком категоричен в своём желании менять именно внешнее зримое поведение. Это внешнее зримое поведение, чем хорошо? Оно доступно наблюдению, да? Мы можем глянуть и увидеть, да? И мы можем любому человеку сказать, посмотри, он увидит то же самое, что я, соответственно, проверить эффективность наших действий можно будет объективными методами, да? Объективными — это как вот объектив этого фотоаппарата, он фиксирует не то, что внутри меня происходит, он фиксирует то, что я говорю и делаю, и фотоаппарат никогда не догадается, что сейчас у меня в душе происходит. Но, может быть, я, например, очень тревожусь, да? Может, например, я думаю, как бы побыстрее закончить эту лекцию и вернуться назад в Ростов-на-Дону. А может, я наоборот думаю, что как бы её затянуть, чтобы я опоздал на самолёт и в Ростов не вернулся. Я напомню в поведенческой терапии ответы на вопрос «почему нет?». Достаточно просто видеть, что я здесь стою, говорю, это можно записать, продемонстрировать кому угодно, а потом устроить объективный контроль, ну, например, по частоте использования местоимения «я» в моей речи. Альберт Бандура вот не был психоаналитиком, да? Он был простым и остаётся. Он жив ещё, у него двое внуков, дочери. Простым парнем, да? Бандура, вы сами понимаете, исхонно канадская фамилия, да? Родился он в Канаде в семье польских и украинских эмигрантов в малюсеньком селе, которое называется Мандела. Но это не тот, который Нельсон Мандела, да? Там просто они в Канаде зачем-то сделали село его имени. Или наоборот, Манделу назвали в честь села в Канаде. Ну, что-то в лице его украинское есть, да? Вот, похож на какого-то нашего южного человека. Я думаю, даже у него был южный акцент, какой есть. У меня в этом малюсеньком селе была школа. Вот школа, да? Это все ученики этой школы, да? Где-то здесь, вот тут, где-то вот, ну, не ручаюсь, да? Стоит Бандура, а это четыре учителя, вот они, да? Эти четыре учителя преподавали все предметы в этой школе. В своей автобиографии Бандура пишет, что он изучил школьный курс у двух преподавателей. С двумя другими он не встречался, они были заняты чем-то другим. Как же устроить так, что два преподавателя будут читать, ну, вести уроки по всем предметам? Устроено все было специфическим образом, учеников никто на уроки не загонял. Они могли приходить, могли не приходить, да? Но если они пришли и послушали содержание урока, они должны были его содержание рассказать всем остальным, ну, безразлично к тому, в каком классе кто в этот момент учился из выпуска Бандуры. Больше половины поступили в колледж, да? А я напомню, это глухое канадское поселение, да? Обучение, которое строится на интересе, не на принуждении, да? Не на наказание, а на желание услышать и пересказать другим, оно оказывается намного более эффективным, чем отсиживание в школе, потому что тебя туда загнали. Бандура после окончания школы переехал на Аляску, на Юган. Это еще дальше, да? Ну, уже сейчас в некоторых провинциях Канады людям платят деньги только за то, что они там просто живут, да? Они получают стипендию за пребывание. На Юган раньше ссылали, да? Бандура поехал туда работать и начал строить дорогу. Ну, я так себе представляю, что это что-то вроде вот Карелии, из которой я только что приехал поездом, да? Это бывшие зэки, алименщики, ну, всякие деклассированные элементы валят лес, да? Ну, Бандура возил их на грузовике на, собственно, строительство дороги. И спустя некоторое время стало ему любопытно то, что он по звуку мата, раздающимся из грузовика сзади него, да, мог определить, какую бригаду он везет на лесоповал. Каждая бригада материлась по-своему. Вся бригада материлась так, как матерился бригадир. То есть они усваивали стиль коммуникации того, кто осуществлял руководящий процесс, но коммуникации были в основном агрессивные. В автобиографии Бандура пишет, что он усвоил очень много форм агрессии, да? Ну, в ходе вот этого вот своего первого трудового опыта он поступил в университет, как многие его однокурсники, фу, извините, как это называется-то, одноклассники, да? И стал заниматься детской подростковой агрессией. Ведь понимаете, в чем дело, да? Ведь бригадир специально не устраивал обучение хорошему мату, да? Он просто это, ну, идеял. Он разговаривал, все остальные усвоили его стиль коммуникации. В какой-то момент времени, если помните, кто-то из руководителей нашего государства переоделся в отечественный костюм и сел на отечественную машину. Что сделало большинство губернаторов, вы, вероятно, догадываетесь, да? Представьте, что в какой-то школе директоры завуч разговаривают матом. Они собирают на педсовет преподавательский состав и объясняют им матом, как следует учить детей не материться. Учителя идут в класс и говорят детям, начинают друг другу орать, ах, перестань материться, а то сейчас придет учитель, а директор ему... Они с разгона натыкаются на директора, громко матерятся, директор идет учить дальше, как... Не материться в школе. Можно ли устранить агрессию агрессивными способами, да? Первый вопрос. Ну, наверное, понятно, что бороться с террористами с помощью оружия, это значит показывать, как хорошо использовать оружие. Если это показать в куче фильмов по телевизору, дети, если не научились использовать оружие в школе, получат информацию из телевизора. Никто специально учить, как это делается, не будет. Почему в этой школе вот все учились, да? Потому что там было принято учиться. Я не знаю, как в ваших городах, но в Ростове школы существуют примерно в одних и тех же условиях, но родители всегда знают, в какую школу стоит отдавать ребенка, да? В какую не стоит. Потому что не то чтобы учебные программы разные, да? Они одинаковые. Но в одной школе научат одному, а в другой научат другому, каким же способом. А тут у Бандуры возник вопрос, да? Как же это происходит? Я еще раз вернусь к определению поведенческой терапии. Любая форма обучения, отучивания либо переучивания, да? Основанная на подкреплении, то есть не на принуждении. Можно ли кого-нибудь научить чему-то, не принуждая, а просто показывая модель, да? Просто демонстрируя, как это делается. Ну, ответ вроде бы очевиден, но требовалось экспериментальное обоснование. Ну, как дети учат первый язык, да? Или первые два языка, или первые три языка. Я в Ростове жил, родился, вырос, учился в районе, который называется Нахичевани. Это компактное проживание армян у нас. Ну, которые от турецкого геноцида переместились на юг. Там все говорят на двух языках, да? Их никто специально не учит армянскому и русскому. Просто папа часто говорит по-русски, мама часто говорит по-армянски. И дети к 3-4 годам уже спокойно переключаются с одного языка на другой, хотя у них разная лексическая структура. Потом они идут в школу, их начинают учить третьему, они долго и мучительно его изучают, и в итоге на нем не говорят. Что происходит? Откуда они эти слова знают? Они видят, как разговаривает мама и папа, да? Если мама и папа говорят литературным языком, они начинают говорить литературным языком. Если мама и папа используют матерные выражения, они в первую очередь выучат их. Прежде чем сработает подкрепление, да, прежде чем кто-то скажет, что это хорошо либо плохо, откуда-то должно взяться то, что получит подкрепление. Откуда же оно возьмется? Бандура предположил, что возьмется оно в результате моделирования, да, подачи модели. Его эксперимент, знаменитый с куклой Бобо, ну вот так, видите, да, в общем, всего такое, не располагающее к тому, чтобы человек получил несколько золотых медалей, чтобы в 74-м году он стал президентом Американской психологической ассоциации. Это мощнейшая структура, чтобы в списке цитирования самых влиятельных ученых 20-го века он стал в один ряд со Скиннером, с Фрейдом, с Фромом, да, в результате чего? В результате интересов, понимаете? Его научились, научили учиться, ему захотелось посмотреть, как же это происходит. И он выдумал такую штуку. Ну, я цифры там с этим, с надежностью не буду приводить, их можно в литературе обнаружить, объясню, что он вообще делал, да. Он взял 72 ребенка, 36 мальчиков, 36 девочек, в возрасте 3-4-5 лет, ну, вот, тогда, когда еще не очень понятно детям, что правильно, проявлять агрессию, либо проявлять альтруизм, и взял двух ассистенток, которые поступали следующим образом. Ну, Бандура говорил, детишки, пойдемте поиграем. Детишки говорили, да пойдем, Бандура, поиграем. Господи, что не поиграть? Ему говорили, посидите пока, сейчас вот тетя поиграет, а потом начнете играть вы. Тетя довольно доброжелательную куколку, здесь не видно, но у нее улыбочка такая, да. Она с ней что делала? С ней можно было нейтрально играть, ну, просто погладить по голове и рядом посидеть. А можно было ее пинать, бить, топтать, терзать всячески, потом доставать игрушечный пистолет, пристреливать в голову и уходить, да. Дети сидели, смотрели, тетя играла. Тетя уходила, детям говорили, ну, теперь играете, играете вы. Никто специально никаких инструкций не давал, но дети начинали с этой, в общем, куклой, с которой можно было играть разным образом, играть точно таким же образом, как это делала только что тетя, да. Ну, были некоторые различия. Девочки охотнее копировали теть, да, мальчики охотнее копировали мужчин, мальчики были чуть более агрессивны, но делали они именно то, что они увидели, да. Они пинали, били. Если в тумбочке не находили пистолета, они пистолет делали из пальца и совершали контрольный выстрел, причем так было всегда, да. То есть ничего другого они с куклой не делали. Эксперимент повторялся. Это было строгое, контролируемое исследование. Даже выдерживали некоторую паузу. Например, сначала дети смотрели, как тетя пинает куклу, потом их отправляли в другую комнату, где было много разных игрушек. Но они искали пистолет, понимаете. Ведь они только что видели, как следует играть. Потом им давали бабу, и спустя некоторое время они начинали пинать, стрелять, бить. Бабу выдерживали паузу, там, до месяца, да. Но увидев бабу и пистолет, дети брали пистолет и стреляли в бабу. То есть мало того, что они довольно быстро обучались агрессии, выученная агрессия еще и сохранялась достаточно длительное время. Ну, эксперимент получил широкую огласку. Бандура написал книжку «Принципы модификации поведения», где попытался применить свое открытие, которое получило название «Теория социального научения к терапии». Но я все же вернусь сначала к сути теории. Какие действия копируются? Которые видны, да. Нужна ли живая модель, либо достаточно телевизионной? Детей приглашали поиграть, стоял телевизор, там показывали по телевизору, да, как тетя пинает, терзает и стреляет в куклу. Оказалось, что телевизионная модель точно так же, ну, успешна, как живая, да. Вовсе не обязательно наблюдать за живым человеком, можно снять специальный фильм и показать по новостям, например, да. Где люди будут стрелять, бить, терзать друг друга, можно показать фильм, где они будут совершать какие-нибудь альтруистические действия, да. Возник вопрос, копируются только агрессивные действия, либо можно точно так же научить чему-нибудь хорошему, доброму, вечному. Но здесь уже, правда, не Бандура, а его последователи. Ну, детишки, пойдемте детишки, поиграем, да, да пойдем, что не поиграть. Они играют, знаете, в эту игру, где шарики нужно во всякие луночки загонять, там очки, да, появляются. Вот они гоняют эти шарики, получают жетончики в соответствии с набранными очками, эти жетончики тоже можно отоварить в специальном детском магазинчике, где купить всякие полезные в детской жизни причиндалы. Но один член эксперимента, подсадной, он берет и часть своих жетончиков бросает в кружку, где написано там пожертвование фонд бедных, никому ничего не объясняя, никого ни к чему не призывая. большинство детей берут и часть жетончиков кидают в эту кружку. Выдерживает 2-3 месяца, дети уже играют в другую игру, они сшибают кегли, да, в кегельбане, они опять получают жетончики, подсадного больше нет, но есть кружка, на которой даже другой текст, и кружка выглядит иначе. Но получив жетончик и обнаружив кружку, они берут и часть своих жетончиков в эту кружку опускают. Вывод следующий, безразлично, что копировать, да, люди будут копировать то, что видят. Если вокруг они видят агрессию, они копируют агрессию. Если они видят альтруизм, они копируют альтруизм. Причем выученный методом социального научения навык оказывается довольно стойким. Когда я жил в Германии, со мной жила дочь, ей было то ли 3, то ли 4 года, сейчас я уже даже и не припомню. Там не принято бросать бумажки от конфет на улицу, да. Их нужно бросать в урну, либо положить в карманчик и дома выбросить в урну. Ей сейчас уже больше 20 лет, да, но бумажку от жвачки она складывает в карман, а потом дома ее выбрасывает в мусорник. Она не понимает, как может быть иначе. Ясно, что чем раньше происходит копирование, тем оно прочнее. Здесь, кстати, поведенческая терапия с психоанализом сходится, то, что те модели, которые выучены в раннем детстве, они прочнее и надежнее, быстрее происходит копирование. Первый язык мы учим в раннем детстве, и потом его забыть достаточно сложно. Язык, выученный в 25 лет, забывается, да. Родной, либо первый, не забывается. Если это три первых языка, как у большинства жителей Гландии, эти языки они не забудут. Есть некоторая предрасположенность. Если в раннем детстве скопированы агрессивные действия, то взрослый человек внимательнее к агрессивным действиям, да. Он просто их лучше знает, да. Из всего, что можно увидеть вокруг себя, он выберет именно то, что поддерживает его ранние привычки. Ну, надо сказать, что Бандура не сделал больших открытий в том, что живые существа копируют поведение других живых существ, да. Подражение и заражение – это общий механизм научения. Ведь дети волчат, например, тоже копируют манеру охоты. Ну, чаще всего это родители. Кого мы в раннем детстве наблюдаем больше, да? Родственников, да. Но сейчас ведь, у меня сейчас внук растет, Кузьма, то есть у нас есть официальная Кузькина-мать, да, можно в случае чего так сказать, к ней апеллировать. Он, айфон, знает лучше, чем я, да. Он там такие вещи в моем айфоне устраивает. Он еще особо говорить не научился, да. Но как запускать, удалять и размещать на экране приложение, он уже прекрасно знает. Он умеет запускать все мультики, да. Он пользуется Ютубом. Я, по-моему, первое слово выучил «дай», а потом «мама». Он первое слово выучил «алё». Оно ему как-то почему-то оказалось ближе. Если мы теперь устроим так, что в Ютубе будут демонстрироваться исключительно агрессивные модели, первое, что он увидит, он может... Меня не увидит, дедушку, да. Он может увидеть агрессивную модель в планшете, либо в сотовом телефоне. А я напомню, телевизионные, либо виртуальные модели копируются точно так же, как и реальные. Здесь Бандура как-то усадил своих студентов, и они начали считать, сколько раз по центральным каналам телевидения можно увидеть агрессивные действия в сопоставлении с альтруистическими. Соотношение оказалось трагическим. Шварценеггер в каком-то фильме 800 человек уложил, причем жестко, да, для того, чтобы мир спасти. И он оказался в результате героя. Постреляв кучу народу, Джеймс Бонд получает самую красивую женщину, пьет мартини с водкой, не смешивая, да, и получает благодарность президента. Фильмы, в которых кто-то начал разводить гусей, да, разбогател и получил благодарность президента, не густо. Скорее всего, будет продемонстрировано, что разводить гусей – это опасное и ненужное никому дело. «Памушапридам» называется. А ты отстоять свою честь и достоинство сможешь только, если достанешь дробовик и постреляешь бандюков. Когда по всем каналам шел сериал «Бригада», помните, да, пацаны сбивались в бригаду. Когда пошла маленькая Вера и было показано, что верный способ достичь успеха для женщины – это стать проституткой, многие в сочинениях в 10 классе писали, что хочу стать проституткой, чтобы добиться всего в этой жизни. Как-то там помашить руками, что туда заходить надо. Считали только случай жесткой агрессии, да, ну, когда убивают, насилуют, там кому-то помордит дали. Это даже и за агрессию не считалось. 70 к 1. 70 раз в телевизоре видна агрессия, да, в соотношении с одним. Но я к этому еще вернусь. Я не знаю, что будет, если мы сейчас пройдем рейтинг, там, какой-нибудь ТНТ, либо еще чего-нибудь и посмотрим, что нам предлагают. Не нам, нам-то уже мы взрослые, да, что детям предлагают в качестве модели. Можно ли защититься от моделирования? У меня крайне сложно. Я в Ростове читаю эту лекцию, предлагаю вот так вот выйти, у нас там центральная улица за окном, да, четырем студентам встать и пялиться на крышу гостиницы Ростов. Вот так вот, да. Очень интересно следить, что происходит с людьми, которые идут мимо, понимаете. Никто не пройдет, чтобы не посмотреть, куда они уставились. Некоторые становятся рядом и начинают уже разглядывать, что же там на крыше гостиницы Ростова. Можно выдумать любое объяснение. НЛО пролетело, дядька с крыши прыгнуть хочет. А когда толпа собралась, можно потихоньку из этой толпы выходить. Они начинают жить своей собственной жизнью, уже сами придумывают, что они уставились на эту крышу. На Ростовском железнодорожном вокзале две тетки продают пирожки. Они из одинаковых чупляжек это делают, в одинаковых халатиках. Пирожки одинаковые, они их не пекут, потому что если бы они их пекли, им бы некогда было продавать. Им подтягивают одни и те же пирожки. Теперь сделаем так, и цена одинаковая. Сделаем так, что к одной выстраивается пять человек в очередь, а к второй не одного. Что сделает тут рациональный человек, да? Он купит там, где никого нет. Нет, но что сделает нормальный человек, да? Он встанет в очередь, потому что если там никто ничего не покупает, то, наверное, в этом есть какой-то тайный смысл. В путеводителях для туристов по Вьетнаму будет написано, что если местное население не купается в этой речке, хоть она и очень красивая, да? Не надо, не лезьте, да? Копирование происходит из следующих соображений. Нам не обязательно все несчастья испытывать на себе. Мы можем посмотреть, что происходит с другими людьми. Если некоторая модель поведения дает им удовольствие, то есть ведет к подкреплению, скорее всего, она будет скопирована. Я буду делать небольшие паузы для вопросов. Ну, пока вроде, да, все ясно. Нам не обязательно учить детей учиться, можно им показать, как это делается, да? Если это будет показано близким авторитетным человеком, все начинают делать то же самое. Если в каком-то детском классе вдруг зашкаливает агрессия, ну, начинается буллинг, либо по-русски это травля, да? Если в каком-то воинском подразделении вдруг появляется дедовщина, можно ли от этого избавиться моментально? Очень сложно, да? Потому что будет копироваться из поколения в поколение одно и то же. Ну, примерно это наблюдали в Сухомском обезьянном питомнике. У нас еще при Сталине был такой питомник. Потом там война случилась. Обезьян часть постреляли, часть разбежалась. Там проходили очень любопытные эксперименты с обезьянками, ну, довольно известные эксперименты. Там взяли схему нагляднообразного мышления, да? Четыре мартышки сидят в клетке, банан висит, и эти кубики, все попадает в поле зрения мартышки. Она ставит кубик на кубик, да, берет банан. Ну, чуть-чуть меняют схему. Ну, самая умная мартышка схватила банан из бронспойта, холодной водой, всех четырех шандарах. Неприятно, да? Та банан съест, а нас польет. Опять умная выстраивает пирамиду всех из бронспойта. Все, бронспойт можно убирать, потому что как только кто-то лезет за бананом, три оставшиеся мартышки дают ей по голове. Ночью может зазеваться и уснуть. Мартышка съест банан, они вычислят, кто съел из банал по голове. Дальше любопытная штука, да? Вот они научились, вот они знают. Теперь происходит обучение вот такое вот векарное, да, подражанием. Берем одну мартышку, меняем на новую. Она не знает пока, что бананы это плохо, да? Она лезет за бананом, ей по голове. Она лезет за бананом, ей по голове. Ну, так мир устроен, понимаете? Продолжают замены через некоторое время в клетке четыре мартышки, которые понятия не имеют, почему банан... Их никто из бронспойта не поливал. Но они лезут за бананом, ей по голове. Можно сменить два поколения мартышек, да? Пока дурная усвоенная модель не начнет потихоньку... Ну, потихоньку затихать, да? Если 70 лет в стране, например, моделируется беспомощность, да, то, наверное, потребуется несколько поколений, прежде чем люди сообразят, что от них что-то в стране зависит. И то не сразу. Должен быть какой-то пример, да? Когда от них что-то вдруг начнет зависеть. Факторы моделирования. Ну, какие модели будут усвоены быстрее, да? Ну, это, в общем, тоже никакого открытия здесь нет. Сплошь и рядом используется в рекламе авторитет того, кто демонстрирует модель. Вся бригада копировала стиль матершины бригадира, да? Потому что он был главный, он был важный, да? Этот Горбачев, да, когда рекламировал пиццу, он ведь не знаток пиццы, понимаете? Но он был всем известен. И если пиццу ест Горбачев, значит, надо это дело скопировать. Если нам рекламируют зубную пасту, то это будет человек в белом халате и как минимум стоматолог в пятом поколении, да? То есть очень авторитетный, компетентный человек. В школе учителя будут копировать завуча, завуч будет копировать директора, директор будет копировать президента, да? Дети будут копировать всех разом, потому что они старше их. Если в школе пытаются ввести антибуллинговую программу, программу против травли, да? Но все знают, что в нашей стране травля в норме. Кого назначат крайним, тот крайним. И будет, и это будет сделано совершенно случайно методом тыка. Ну, то же самое произойдет и во всех других нежестоящих структурах. Одна из самых известных антибуллинговых программ была осуществлена в Норвегии, где в новогоднем представлении сначала король 40% времени посвятил тому, что в Норвегии буллинга не будет. Следующим выступал премьер-министр. Как вы думаете, о чем он начал? Ясно, да? И он говорил еще больше, еще более убедительно. Это не отменяет, конечно, то, что потребовали специальные мероприятия, но начало уже было положено. Копируются не агрессивные действия, копируются прямо противоположные. Авторитет важен. Ну, как это в экспериментах проверялось? Ну, тетя, которая вот пинала эту бабу, да? Я, кстати, думаю, что бабу это больно, да? Ну, у нас тоже, по-моему, так говорят, да? Тетя, которая пинала, она была либо в халате с бейджиком, там, какими-то орденами ей, по-моему, вешали, ну, либо просто без этих признаков авторитетности власти. Ну, естественно, тогда, когда было больше авторитета, это, ну, не естественно, было установлено, да? Ну, хотя, естественно, наверное, кого копировать? Тот, кто что-то понимает, да? Ну, сделаю небольшое отступление, если к нам приходит на прием клиент, да? Ну, по умолчанию мы уже пользуемся некоторым авторитетом, да? Ну, неплохо, если этот авторитет будет подкреплен членской карточке ассоциаций, да? Орденами на груди, нашивками за ранение в ходе терапии, ну, чем-то таким, что покажет, что человек непростой, да? Можно кабинет там чем-нибудь обвешать, ну, в общем, как-то намекнуть на высокий статус. Ну, дальше что происходит? Предположим, терапевт собирается научить клиента открыто говорить о своих чувствах, да? А сам всячески демонстрирует закрытость, да? Получится ли у него, да? Ну, большой вопрос, исходя из теории социального научения. Если мы хотим добиться изменений поведения, то хоть каким-то боком нужно показать, сможет ли терапевт научить клиента спокойно говорить о негативных чувствах, да? Зависит от того, сможет ли он сам спокойно сказать клиенту о своем разговоре. И в отношении него. Ну, мои предположения можно оспаривать, я просто делаю некоторые следствия, следствия из теории, схожесть персонажа. Ну, здесь было совершенно очевидно, что мальчики копируют мальчиков, девочки копируют девочек, старики стариков, готы-готов, эти эмо, эмов, да? Я вижу сейчас, но бывают ошибки, да? Ну, когда мальчик начинает копировать девочек, но это скорее все же исключение. Немцы ведут себя как немцы, русские как русские. В период обучения с нами учились немецкие студентки, их было очень легко определить. У них годами была определенная походка, да? Ну, вот по этой походке они легко вычислялись. Вопрос, да? Вопрос о копировании мальчиков. Да, да. В школе в основном, если у нас учителя — это женщины, то мальчики копируют, не копируют, и где ему, кстати, вообще-то, да? Они где-нибудь найдут, все мальчиков, понимаете? Ну, если семья алкоголиков, да, почему вырастает ребенок трезвенник, да? Где-то подсмотрел трезвый образец поведения, и хоть родители по умолчанию, авторитет в телевизоре может появиться более авторитетная модель, да? Ну, запрет, скажем, на демонстрацию схем этих моделей курения, да, там, выпивки, он вполне разумен с точки зрения этой теории. Я все же думаю, что чтобы человек что-то начал делать, он все равно где-то это должен увидеть. Но возникают конкурирующие модели, да? Модель женская, модель... Вопрос, можно поперевать. Хорошо. Стоит ли выделять больше внимания этому моменту именно об обучении детей в школе, потому что вот должен быть и учитель, и мужчина? Именно если для мальчика... Ну, тут ответ очевиден, да? Было бы неплохо, да? Как это организовать? В школе, где я учился, все девочки курили. Ни один парень не курил, я до сих пор не курю, да? У нас было модно заниматься каратэ, да? А девочки в этот момент курили за углом. Ну, правда, были и трагические следствия. Наши в основном золотые медалисты поступили в Рязанское воздушно-десантное, а тут началась война в Афганистане, да? То есть к чему приведет... И парень, который еще в школе знал 4 языка, погиб с первой ротой, да? Улетев туда с переводческого факультета, при этом он же без акцента говорил на двух языках. Ну, понимаете, последствия тоже важны. Вот глянем дальше, символическое подкрепление, да? Это косвенно вопрос, вот если возникнут конкурирующие модели, да? Что делать? Драться и заработать кучу бабла, либо выращивать курей, чтобы твой курятник... Спалили. Охотней копируется та модель, которая символически ведет к подкреплению, да? Символическое подкрепление. Человек сам еще ничего не получал, он просто увидел, какие модели подкрепляются вокруг него. Это проверялось следующим образом. Вот эта тетя пинает там, или дядя куклу Бобо, выходит руководитель эксперимента в белом халате, говорит, молодец, классно попинало, ну ты настоящая тетка, да? И уходит. Либо подходит и говорит, ну что ж ты наделал, ну посмотри, ну ах ты ж... И уходит, да? Наверное, догадываетесь, что в первом случае модель копировалась... Очень активно. Если авторитетный персонаж рекомендует нам в рекламе чистить зубы, вырежешь потом рекламу, да? Какой-нибудь зубной пастой, смотрите, что происходит. Счастье наступает, жена счастливая, дети пляшут, да? Это почистил зубы, и вот она любовь, да? Ну, хочешь любви? Чисть зубы, да? Ну, у этой пасты, потому что они все пасты одинаково полезны. Вот посмотрите, два близнеца, одинаковая генетика. Этот почистил, это и пастой. Этот такой же почистил, будет копироваться, ну догадываетесь, наверное. Реклама стоит больших денег. Если бы это не работало, она бы не строилась по этим принципам. Количество участников сцены... Чем больше людей пялятся на крышу гостиницы Ростов, да? Тем больше будет последователей в той же поведенческой психологии. Появилась специальная профессия. Это люди, которые ходят и покупают, да? Они покупают телевизор условной марки, тащат его на кассу. Их человек пять. И все тащат телевизор условной марки к кассе, да? Они платят деньги, потом идут и снова тащат телевизор. И они деньги магазинные, да? Они не себе покупают. Предположим, вы идете покупать телевизор, да? И смотрите, что такое, да? Че это все? Рационально, критически можно все это осмысливать, но механизм биологический. Мы просто не в состоянии полностью контролировать те вещи, которые мы копируем. В моем институте был курс по связям с общественностью. Там была дама, это второе, высшее было, или что там, повышение квалификации. Извините, повышение квалификации. Она говорила, ну давайте вот я напишу курсовую, да? Вот у нас есть программа, программа действительно была. Старшеклассники в период каникул могли покрасить свой собственный подъезд, да? Сделать ремонт в своем собственном подъезде. На это администрация выделяла денег, им даже платили зарплату. То есть, они как бы работают на себя, еще и зарплату получают. Что такое, говорит, никто не записывается, да? Чертки чем занимаются, а свой собственный подъезд красить не хотят. Она там со своим, ну она пост какой-то занимала, у нее были возможности, они сняли ролик. Мальчики, девочки в состоянии явной влюбленности красят подъезд. Понимаете? Мальчики, стремяночки, девочки заглядывают в глаза, ну что-то вот такое вот. Они докрасили подъезд, приходит представитель компании Beeline. Упш, извини. Энной компании. И вручает им сотовый телефон. По тем временам сотовый это было круто. И все. Ролик был на 45 секунд, по-моему. Вот они покрасили, влюбились, телефон в зубы, все. Даже номера телефона администрации не было. Но подростки каким-то образом его вычисляли. За неделю вся программа была выбрана. Потому что пошел такой шквал копирования. Ведь они увидели в телевизоре, сделали в своем подъезде. Это увидели другие люди, как они делают подъезды. А эта неназванная компания действительно им выдавала сотовые телефоны. Есть много трагических следствий из теории копирования. Социолог, вовсе не психолог, изучал статистику суицидов. Он рисовал математическую модель. Вот как там суициды по временам года. Что-то его интересовало. Он обнаружил опытную вещь. Время от времени в статистике суицидов, американская, правда, российская статистика, очень специфическая штука, происходил такой всплеск суицидов. Вот что это такое? Он стал изучать, что происходило в этот момент. И обнаружил, что этот всплеск случался сразу после того, как в средствах массовой информации сообщали о случае какого-либо завершенного суицида. Причем прирост количества суицидов происходил за счет именно суицидов этого типа. Если вы знаете, то трагедию Гетте страдания молодого Вертера в средневековье запретили, потому что там описывалось суицид от несчастной любви. И уже тогда люди, прочитав текст, совершали суициды именно этого типа. Кстати, была еще одна неприятная штука. Когда происходил этот всплеск, кривая суицидов никогда не опускалась до исходного уровня. То есть после каждого всплеска их становилось чуть больше. Статистик продолжает упираться, изучает случаи падения частных самолетов и обнаруживает, что время от времени случается падеж самолетов. Это что такое? Самолеты ж газет не читают, телевизоры не смотрят. Но сами догадываетесь, зато читает газеты и смотрит телевизор пилот самолете. Прирост крушений самолетов происходил всегда за счет так называемого человеческого фактора. Не за счет дефекта того или иного самолета. Сейчас в Ростове спалили два рынка, я вот уезжал, это было, перед этим спалили рынок в Москве. Все каналы это показали, если человек хочет кому-нибудь отомстить. Вот как с конкурентами следует поступать, что в суд что ли поддавать? Да нет, нужно поджог в разных местах, причем в сухую погоду и когда ветер дует. Это все по телевизору подробно объяснят. Здесь много вопросов на самом деле. Но стоит ли, например, рассказывать о террористических актах по телевизору? Ну, исходя из теории социального научения, этого делать как раз таки не следует. Потому что если кто-то расскажет, что если у тебя куча миллионов, возьми кучу автоматов и стреляй на рок-концерте, этот образ западет в голову тому, у кого эти мысли уже как-то бродили. А ему еще подробно пишут, как сделать так, чтобы те не сразу взломали дверь. Когда ростовский школьник взорвал гранату в учительском туалете, дознаватели очень удивлялись. Говорят, а где ты гранату взял? Он говорит, на центральном рынке. Говорят, как ты там нашел? Я, говорит, спросил, где гранаты продают. Мне сказали вот там. Как ты узнал, как растяжку делают? Говорят, так в телевизоре показали. Берешь, вынимаешь чеку, обматываешь веревочкой, цепляешь к двери туалета. Вот тебе растяжка. Доперли бы он сам, как это делается, если бы ему не показали. Вряд ли, да? Он бы выдумал другой способ, как ему поговорить с учительницей, которая незаслуженно поставила ему двойку. Но ему показали другую модель взаимодействия. Ну, сюда, наверное, стоит еще добавить частоту предъявления сцены, да? Ну, то есть рекламу один раз показывать не стоит. Стоит показать как минимум 20, да? А если показать 200, скорее всего, эта модель прочнее застрянет в голове. Желательно, чтобы это было последовательное предъявление сцены. Потому что если вслед за каким-то актом поведения, то следует то подкрепление, то наказание, не очень понешь, стоит ли это так или иначе копировать. Бесполезно учить детей вежливости хамским образом, да? Скопировано будет хамство, да? Если мы хотим, чтобы с нами разговаривали вежливо наши дети, хорошо бы с ними начать разговаривать вежливо. Если мы хотим их научить говорить «нет», сначала нужно показать, как это делается, да? А потом подкрепить, если они скажут «нет», а не орать меня не волнует, что ты там думаешь, тебе сказано. Вперед, вперед из песней. Если успех во всех моделях оказывается связан с агрессией, пренебрежением личности другого человека, альтернативной модели просто неоткуда взяться. Когда я журналистам рассказываю вот об этих странных вещах, они часто спрашивают, а почему тогда вот по всем каналам показали какое-нибудь убийство, да? Оно хором пошло по всем основным каналам. Ответ, в общем, здесь достаточно простой. Журналисты точно так же копируют похожих, да? Если кто-то из журналистов что-то сделал, остальные копируют именно эту манеру подачи, построения фраз. Ну, в былые времена дикторы в телевизоре сидели и говорили. А теперь они ходят, размахивают руками, да? Что-то там нам невербально втолковывают. Иногда это очень комично выглядит, но уже все, модель уже сформирована. Как студенты читают лекции, они читают так, как их читает авторитетный преподаватель. Иногда используя те же самые примеры, интонации, приемы, построение лекции. Ну и сейчас мы должны сделать перерыв, потому что 10 часов, возможно, кто-то к нам присоединится, а потом я расскажу, как это применяется к терапевтическим процедурам. Продолжение следует...